Кинопрограмма Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы и всего мира от фашистского порабощения. 20 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда. Леонид Ильич Брежнев КОНЕЦ В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. Во Второй мировой войне Советский Союз сражался на фронте почти в 4000 миль от Черного моря до Ледовитого океана. А вот незамерзающий порт Мурманск в самой северной части Советского Союза. Оружие и различные грузы из Соединенных Штатов Америки и Англии доставлялись конвоями именно сюда, в эту часть Мурманского порта. Путь грузовых судов, проходивший через Северный Ледовитый океан, был настолько опасен, что моряки конвоев часто называли его «дорогой смерти». В этом фильме вы узнаете подробности трагической гибели одного из конвоев, шедших в Советский Союз, конвоя Пэк-Ю-17. На дно шли ценные грузы. Гибли люди. Здесь, в Мурманске, покоятся американцы, англичане и русские. Они вместе сражались и погибли в борьбе с нацистами при проводке союзных конвоев. Рассел Беннетт, американец, моряк торгового флота. Джей Джей Коннелли, англичанин, артиллерист. Алексей Прохоров, русский матрос. Все они отдали своей жизни в сообщее дело. Наш фильм «Война в Арктике». Ледовитый океан простирается вокруг Северного полюса, арктической шапки мира. Это морской путь к русским северным портам, к Мурманску и Архангельску, через Баренцево море и Северную Атлантику. Только сильные могли пройти здесь зимой. Большую часть года паковые льды сковывают морские дороги. Часто путь застилает густые туманы. За два года до войны русские высадились на Северном полюсе. Советская полярная экспедиция на дрейфующей льдине проплыла сотни километров, стараясь проникнуть в тайны арктических морей. Ее руководитель, Иван Папанин, вскоре вынужден был применить свои знания и опыт в войне против гитлеровской Германии. А их корабли и самолеты все чаще и чаще тогда появлялись в полярных водах. И в апреле 40-го года Гитлер захватывает Норвегию. Ему нужны скрытые в этих горах запасы кобальта, меди, никеля. Без них не могла действовать германская военная машина, нацеленная для нападения на Советский Союз. КОНЕЦ И когда фашистская Германия напала на Россию, на этом театре войны вермахт рассчитывал быстро прорваться к Ольскому полуострову и захватить Мурманск, единственный незамерзающий порт на Советском Севере. Немцы имели тогда здесь несомненные превосходства и в технике, и в живой силе, и в кораблях. КОНЕЦ КОНЕЦ Одной из первых приняла бой батарея офицера-сибиряка капитана Космачева. В первые же часы войны батарея одержала победу. За все военные годы немцы обрушили на них более 25 тысяч снарядов и бомб. Тогда в небе Заполярья господствовали немецкие эскадрильи. Но советские зенитчики не дали им воспользоваться этим превосходством. Советский Северный флот был создан совсем недавно. Все было здесь новым. Молодым и корабли, и люди. Командовал флотом 35-летний адмирал Арсений Головко. Еще за сутки до вторжения немцев корабли и части Северного флота были переведены в состояние полной боевой готовности. Здесь, на северном фланге огромного фронта, фашистам так и не удалось нарушить границу СССР со стороны моря. Сухопутным силам вермахта была поставлена задача пройти, через Северную Финляндию, к Белому морю. Эти солдаты, альпийские стрелки из Тироля, егеря из Баварии, уже успели пройти победным маршем по Норвегии. Казалось, они уже пожинали первые плоды Блицкрида. Альфа-Тирлянди с удовольствием смотрели хронику. Как все выглядит просто, как приятно проводят время солдаты на захваченных землях. Альфа-Тирлянди с удовольствием смотрели хронику. Они уже поздравляли друг друга. До Мурманска оставалось меньше 60 километров. Захват Мурманска отрезал бы Россию от союзников. Немецкая авиация пыталась заблокировать все подходы к порту. С positivo. С esempи. КОНЕЦ КОНЕЦ Гитлер приказал захватить Мурманск в течение месяц. Но всего лишь нескольким фашистам удалось пройти по улицам города. И то с завязанными глазами. Другие нашли свой конец в прибрежных водах. Редко выпадали защитникам Мурманска минуты отдыха. ПЕСНЯ Советские подводные лодки выходили в Варенцевом море к норвежскому побережью. И топили там военные корабли и транспорты фашистов. Эту подводную лодку построили на деньги собранные школьниками из Сибири. Ее принимает герой Советского Союза Фисанович. Его подводники уже отправили на дно 12 вражеских судов. Вскоре он в числе других получил и высшие американские награды. Мы готовы отдать жизнь за наше общее дело, говорил советский моряк. А бои в арктических морях становились все более ожесточенными. Вот всего один эпизод. Самолеты и корабли вермахта конвоируют транспорты со шведской рудой. Летчики и североморцы атакуют транспорты, дерзко пикируют на миноносцы. Обе стороны несут потери. Одни теряют самолеты, другие корабли. Но больше всего фашистов тревожат советские подводные лодки. За первый год войны они потопили 114 немецких судов. Прославленный герой, североморец Николай Лунин потопил 13 фашистских судов. Лунин атаковал гитлеровский линкор Тирпиц. Подводники возвращаются. Два залпа, значит потоплено два вражеских судна. Не все вернулись в родную гавань. Не все получат награду. Субтитры создавал DimaTorzok А завтра снова в бой. В первую военную зиму части вермахта оказались блокированными и буквально вмерзли в полярную твердь. К этому времени они еще не испытали на себе всей мощи ударов советской армии. Субтитры создавал DimaTorzok А пока что самым худшим для них была порция рыбьего жира. Субтитры создавал DimaTorzok Но обманчивым было это белое безмолвие. Защитники советского севера совершали дерзкие вылазки в тыл противника. Субтитры создавал DimaTorzok Они разрушали мосты и дороги, а затем, как призраки, исчезали в снежных полях. Гитлеровцам не удавалось противостоять этим рейдам. Русские воюют не по правилам, сетовали егеря генерала Дитля. Сам черт выдумал тундру в помощь большевикам. Субтитры создавал DimaTorzok Они утешались тем, что проводили танковые вылазки и продолжали бомбить Мурманск. Мало было дней и ночей, когда бы над Мурманском не стелился дым пожарища. И все фашистам так и не удалось вывести из строя Мурманский порт. Знаменитый полярник Иван Попанин перепринимал корабли союзных конвоев. Давний друг Попанин Владимир Воронин был капитаном старого русского ледокола Сибиряков. Именно на нем, на Сибирякове, Воронин совершил первый легендарный переход по Великому Северному морскому пути. А в начале войны мирные судны Сибиряков погибло в неравном бою с немецким рейдером адмирал Шеев. Здесь, в полярных широтах, Гитлер держал мощный военный флот. Сибиряков погибло в неравном бою с немецким рейдером. А под водой в глубине рыскали волчьи стаи немецких подводных лодок. Их атаковали советские катера. Весна 1942 года. На всех фронтах шли ожесточенные бои. Северные Одиссеи называли пути торговых караванов союзников с грузами для сражающейся России. Эта опасная Одиссея начиналась в Америке и Канаде. Вела к берегам Исландии, а там к транспортным судам присоединялись английские и американские военные корабли сопровождения. Конвой. Их поджидали главные силы немецкого флота. Линкоры, эсминцы, подводные лодки и морская авиация. Да, это был самый короткий путь к русским берегам. Хотя и он занимал не менее 10-14 суток. А небо и море в любую минуту грозили страшной бедой. Английские летчики выслеживали немецкие подводные лодки, преследующие конвой. Бомбардировщики Геринга тоже вели непрерывную охоту за конвоями. Вот почему эту дорогу американцы назвали регулярной линией смерти. В конце июня 1942 года отправился в путь самый большой конвой ПК-17. 34 канадских, американских и английских судна. Корабли везли танки, продовольствия, станки, медикаменты и тонны взрывчатки. Катастрофа произошла у северного побережья Норвегии. Британский адмирал Тови, считая, что приближается немецкий флот, приказал конвою рассредоточиться. Это было самоубийством. Немецкие бомбардировщики поодиночке топили беззащитные суда. ПК-17 потерял 24 из 34 судов. На дно ушли грузы стоимостью в 700 миллионов долларов. Советские моряки и летчики делали все для того, чтобы утелевшие суда дошли до Мурманска. Но Черчилль, считая, что потери невыносимо велики, приказал отложить посылку конвоев. И только в сентябре 42-го, когда дни стали короче, был послан следующий конвой. И этот конвой подвергся жестокой атаке фашистов. И Черчилль снова отложил посылку конвоев. Но все же корабли шли. За все время войны союзники потеряли около 60 кораблей. Восьмистам, одиннадцати судам удалось дойти до Мурманск. КОНЕЦ 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 Самолеты доставлялись и другим путем. Их перегоняли советские пилоты, возглавляемые полярным асом Ильей Мазуруком, теперь генералом в отставке. В трудные годы Второй мировой войны я был начальником воздушной трассы Аляска-Сибирь. Вот этой трассой получали мы от Союзной Америки вот такие самолеты боевые, аэрокобры и некоторые другие. Американские летчики доставляли самолеты с заводов до Фербенкса, а от Фербенкса самолеты шли уже под руководством наших авиаторов, наших летчиков. Вот трасса наша проходила так, от Фербенкса на Ном, через Берингов пролив, через всю центральную часть Чукотки, на Якутию и через Сибирь, и далее до фронта. А до фронтов было далеко. Более 10 тысяч километров еще надо было провести американские боевые самолеты. Трасса была необыкновенно суровой. 60-ти градусные лютые морозы, безлюдные места, климатические условия были необыкновенно суровыми. Ну, например, летчик, севший на вынужденную посадку в горах, целый месяц мы ему летали, сбрасывали продукты, вертолетов тогда не было, а вывезли его только на оленях. По трассе проводили порядка двух тысяч самолетов в год, а наша промышленность выпускала уже 40 тысяч самолетов. Война пожирала много машин. Однако эта помощь была очень символичной своей дружбой, целеустремленностью. Мне прошло много времени, но мне вспоминаются такие великолепные авиаторы американские, как командиры и летчики, как полковник Кетчегмен, майор Мэпин, начальник гарнизона. А вот даже у меня сохранилась его фотография с дарственной надписью «Моему лучшему другу, полковнику Мазурку». Всю жизнь помню и с благодарностью отношусь к тем американским специалистам, которые так хорошо нам помогали. Однако я тоже несколько отплатил им добром лично, в том плане, что во время войны в Баренцевом море, когда фашистские субмарины торпедировали американские, английские транспорта, мне пришлось спасать американцев. Мурманск посещали военные представители и дипломаты союзных стран. Андрей Громыко, советский посол в Соединенных Штатах, и Авэрел Гарриман, американский посол в Советском Союзе. Советское посольство в Лондоне, 1942 год. Госпожа Черчилль присутствует на церемонии вручения советских боевых орденов английским летчикам. Награды вручает посол СССР в Англии, майский. СССР в Англии, майский. Да, вместе с советскими лётчиками небо Мурманска защищали и две английские эскадрильи. Их связывало много общего с советскими союзниками. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь, за полярным кругом, воздушная война требовала особого мастерства. Многие из пилотов стали настоящими асами, и самый знаменитый из них – Борис Сафонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он сбил свой первый самолёт на второй день войны. Всего на его счёту 22 фашистских самолёта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Случалось, он даже атаковал подводные лодки врага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сын крестьянина, подполковник морской авиации, коммунист Сафонов, стал первым советским пилотом, который в годы войны дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроме того, он получил несколько английских наград за отвагу в бою. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Борис Сафонов не дожил до победы. Он погиб, защищая союзный конвой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1944 год. Советская армия перешла в наступление по всему фронту. По плану Ставки, войска Карельского фронта должны были пробиться в Пет-Само, ныне Печенгу. Ранним утром 7 октября началось наступление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, позднее вспоминал, шли в бой те же самые дивизии, которые преградили путь немцам на Мурманск. Это были бывалые солдаты, надежные и бесстрашные войны. А наступательные операции на севере были по-своему единственными во Второй мировой войне и во всей военной истории. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неделя ушла на то, чтобы с боями дойти до печенки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда многие вспоминали старую народную присказку, где олень пройдет, там и русский солдат пройдет. Где олень не пройдет, русский солдат все равно пройдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 14 октября 1944 года был нанесен решающий удар из суши и с моря. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В городе шли отчаянные бои, но на следующее утро Печенга была освобождена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каким-то чудом уцелел этот русский храм, которому 400 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 21 октября войска Карельского фронта вышли на границу с Норвегией. Через два дня был освобожден никель, 25 октября Киркемес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходя, немцы уничтожали все, что могли. Они разрушили крупнейший в Европе центр по добыче и обработке никеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После четырех лет фашистского ига норвежцы встречали советских воинов с распростертыми объятиями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Норвежские патриоты сражались в подполье, укрывали антифашистов. Они были полны ненависти к оккупантам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь кошмар оккупации окончился. Пришло освобождение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сегодня норвежцы несут цветы к памятнику, который они воздвигли в честь солдат советской армии. В честь тех, кто погиб в войне за Полярным кругом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А этот монумент в Мурманске напоминает о жертвах, понесенных союзниками. Это память о победе, ради которой здесь они сражались плечом к плечу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня вы встретите здесь много мирных судов под флагами разных стран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Наш следующий фильм обороны Сталинграда. В конце 1942 года мощные гитлеровские армии двинулись на юг, к советским нефтября, к советским нефтяным месторождениям в Закавказье. Упорно сражавшаяся советская армия была оттеснена к Волге. Там, у стен Сталинграда, советские воины стояли насмерть. Это было решающее сражение Великой Отечественной войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин